Хорошо, что все новички работают под руководством наших российских тренеров и к опытнейшему, можно сказать, мастодонту нашего тренерского цеха. Я надеюсь, что все в порядке с игроком торпеды, потому что столкновение было очень неприятно... Ой-ой-ой, всегда неприятно смотреть на такие вещи, бедняга Вадим Стеклов. Давайте надеяться, что с трясением не получилось, все с ним в порядке, в себя придет. Футболист торпеды сейчас пытаются оказать помощь, здесь можно очень серьезную травму получить. Игровой эпизод, конечно, никто не хотел нанести травму, но всегда, когда мяч находится наверху, опять же, вопрос опыта, вопрос каких-то микро... Далей секунд, которых не хватает для того, чтобы первым на мяче, может быть, лишний раз и не идти в такую борьбу, когда ты не видишь соперника. Я понимаю огромное желание проявить себя, тем более такой матч, полные трибуны. Пришелся от соперника, с которым игрок торпеда пошел в единоборство. Ну и пока, видимо, нет возможности на носилках игрока вынести с поля с тем, чтобы его уже, видимо, доставить в больницу. Но давайте еще раз выскажем надежду на то, что ничего там серьезного не произошло. Мне, конечно, сверху сложно судить о степени этой травмы. Вот, наконец, медицинский персонал. Появляется это стадионный медицинский персонал. Видимо, помощи врачей здесь не понадобится. Я видел самое чудовищное, что я видел на свете. Это когда Владимир Бесчастных столкнулся, кстати, на стадионе имени Стрельцова, тогда он еще торпедзил, по-моему, назывался, столкнулся головой с бразильским защитником Спартака же. И это было настолько страшно. Звон, вот, ну, черепами столкнулись, был слышен. Я вот на трибуне находился. Честно, там некоторые люди на трибуне едва не потеряли сознание от страха, потому что это было ужасно. Но, слава богу, и Владимир, и не помню уже, как этого бразильца звали. Все с ними оказалось в порядке. Я потом Владимира видел после матча. Его отнесли в машину скорой помощи. У него шишка была размером. То есть вторая голова выросла. Но, слава богу, все закончилось благополучно, обошлось гематомой, и Володя потом смог продолжить. Чуть ли не помню, уже в следующем матче вышли. А, вот так вот решили. Ну, 90-я минута. Я думаю, что молодец. Судья – это правильное решение. Алексея Матюнина мучить футболистов и телезрителей совершенно ни к чему. Тем более, что вот такой неприятностью заканчивается 90-я минута. Благодарим зрителей федерального НТВ за то, что вы были с нами. Оставайтесь с нами и впредь смотрите трансляции на Большом НТВ. Ну, а для других зрителей мы продолжим работу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Единая кнопка.